Так, сейчас я приглашаю сюда команды для представления. Пожалуйста, ваша команда, выходите сюда, устраивайтесь сюда. Все? Да, все, вся команда руходит. И вы сейчас. Нет, вот так вот. Так, чтобы мне венец. Да, да, чтобы вас было видно. Вот там. А, видео результат? Итак, давай. Так, еще три-четыре, так? Мы команда Жан-Тица! Вот так, играешь. Так, это не по-командному. Давайте, на три-четыре. Три-четыре. Жан-Тица! Ура! Ура! Мы мечтаем ярче всех, и всегда нас ждет успех! Ура! Аккуратно, что там у вас? Я, я, я. Надежда Васильенко. Так? Нет, Жарковская. Жарковская, Надежда. Аккуратно, команды. Аккуратно, команды. Команда Жарковская, капитан Жарковская. Отлично, аплодисменты. Представляете? Света Кривен. Жарковская, так, дальше. Выходим все, так, входим. Команда, вторая команда. А вы, ребята, энергия. Виктория! Надя, ты не на свадьбе. А можно ещё и по свадьбному? Давайте вы пока, пока что-то нету, то давайте вы, чтобы нас было. Давайте, давайте, вы хотите, чтобы вас было вляя. Может быть, останетесь с нами на все, отменяете потом. Вот. Хорошо. Итак, давайте, презентуем. Не как-либо. Так, наша команда Виктория! Наш воздух! Побеждаем всегда, побеждаем везде, в работе, в радости и в еде! Команда Викторовна! Вот, чем я вам рада! Итак, присаживайтесь! Друзья, на команды мы с вами поделились, табель уже в следующей неделе будет вывешиваться. По моменту мы посмотрим, как будут выполняться домашние цитания, и уже будет вывешиваться табель в командном зачете. Но мы сегодня с вами еще поработаем в команде. И несколько правил, запишите себе, пожалуйста, правила на тренинг, правила поведения на будущих тренингах. Первое, мы приходим вовремя. Второе правило, активно вовлекаемся в работу. Знаете, у нас нет двоечников, нет отличников, у нас в командный зачет. Поэтому, пожалуйста, активнее вовлекайтесь для того, чтобы вы могли получить максимум с этих тренингов. Я думаю, что вы раньше на подобных мероприятиях не участвовали. Они будут нести всегда только большой позитив, энергию, и это будут долгожданные вами мероприятия. В рамках этого тренинга вы получите колоссальный личностный рост, у вас начнут получаться дела и в других сферах тоже. Касается это Алифлэй, а не касается, это будет относиться и к другим сферам. Вы улучшите свою семейную ситуацию, вы улучшите взаимоотношения с друзьями, с соседями, вы улучшите отношения на работе. Это будет отражаться на вашем целостном образе жизни. И мы сегодня с вами об этом будем говорить, почему это будет отражаться. Отключаем телефоны, не отвлекаемся на разговоры, смс, не сидим в соцсетях и так далее. И еще один важный момент, отключайте вот этот момент, ай, я тебя уже знаю, ай, я тебя уже слышу, ой, надо меня учить, я про все знаю. Вот это самое главное препятствие, самое главное препятствие в обучении, когда человек считает, что он все знает. Как только человек считает, что все знает, начинается его процесс падения вниз, начинается его колоссальная деградация. И поэтому люди, к сожалению, которые считают, что все знают, они ничего не добиваются. То есть, закончил школу, закончил институт, положил диплом на пол и перестает обучаться. И как только человек перестает обучаться, начинает удары отнести, он начинает получать удары по всем фонтам. У человека есть какие-то неуспехи, например, в семейной жизни. Он вместо того, чтобы найти способ реализоваться, найти способ решить эту проблему, разводится, он думает, что он решил проблему. Он женится или выходит замуж за другого, именно другого, и попадает в тот же физиак. Он попадает в то же самое болото, и проблема не решается. Потому что, он говорит, слушай, выходил замуж за нормального, блин, а столов пришел. Ну думаю, взяла другого замуж, вышла за другого. Был на валике, со мной начал жить пять столов. Понимаете? Значит, причина в ком? Значит, причина, вот, в человеке конкретно, мы, нас надо. Не научили анализировать свои поступки. Дело в том, что, к сожалению... Не учим мы анализировать свои поступки. Дело в том, что, к сожалению, нам вообще никаких навыков для жизни не дают. Вы должны это четко, почему важно посещать эти тренинги. Здесь вы получите навыки не только для бизнеса. Бог с ним, с бизнесом. Захотите серьезно, построили карьеру, сделайте, будете иметь большой доход. Я сейчас говорю о навыках для жизни в целом вы получите. Понимаете? Вот такое вот хождение за... Навыки для жизни. Так, давайте не отвлекаемся, потому что у нас не так много времени. Вот это уплотает. Так, все, я открываю. Так, можно у меня открыть, в принципе, дверь. Не вопрос. В целом, зачем это это? Да, ограничено. Чтобы они нас не слышали немножко. Так, 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 так. Мы не мешали. Ну, что, мы не будем им мешать. Только мы не будем. Не будем. Как только человек считает, что он все знает, как только он считает, что он все знает, в этот момент, я вам говорил, его эскалатор жизни начинает тащить его вниз. Школа нам дает много прекрасных моментов, мы много чего учимся, но, к сожалению, как стать богатым, нас не обучают. Как вести семейные дела, нас не обучают. У нас сейчас есть дисциплина ОВЖ, и там есть предмет, семейная этика и все такое прочее. Отлично. И для девочек идет курс отдельный для мальчиков. Это очень хорошо. И недели, либо 10-й, 12-й класс, там идет эта река. Это очень хорошо, только я считаю, что подготовка к семейной жизни нужна девочка с семи летности. А подготовить можно сказать, что у вас на это дело пошло? Да. Надо детей, у нас неправильная система образования, нам надо создавать отдельно мужские школы, отдельно женские школы. Возможно. И только лишь тогда можно... Существуют по этому поводу разные мнения и разные стратегии. Тем не менее, дай бог учителям здоровья и дай бог, хотя бы у нас есть та система, которая и есть. Иначе мы с вами вообще погрузились в такую... Ну, не буду говорить. И еще момент важный, домашнее задание регулярное. Договорились? Да. Договорились. Отлично. Дальше. Вот мы с вами заключили этот договор. И тема нашего сегодняшнего первого занятия – мечты и цели. И для начала я хочу вам задать вопрос. Друзья, скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете слово «мечта» и чем вообще «мечта» отличается от «цели»? Думайте, пожалуйста. Мечты и желания. Это картины, которые видишь. Ты мечтаешь о чем-то. Побывать там, путешествовать, если мечтаешь. Но цель тоже можно поставить. Еду чуть путешествовать. Чтобы так присягла. Цель – это хорошая. Это больше для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы развиваться. Для того, чтобы развиваться. Внутреннего чувства. Можно открыть чуть-чуть окно. Потому что это не чтобы мы им мешаем. Чтобы они нам не мешали. Лучше пускай будет машина, да? Да. Это будет раздражать потом тех, кто будет смотреть видео. Это будет не очень хорошо. Итак. Дальше еще по мечтам, по целям. Какие версии у вас есть? Мужчины. А цель – это конкретно. Ты поставил себе цель, и ты начинаешь действовать. И идти к этому. Окей. Сегодня мы с вами рассмотрим, в чем, в общем-то, разница. Итак. Давайте для начала мы с вами вспомним некоторые моменты. И скажите мне, о чем вы мечтали делать? Самокат. Самокат. Что? Получила? Нет. Сама катишься по жизни. У соседа стыли. Ты же получила самокат. Сама катишься по жизни. Правильно? Катишься, да. Одинок. Дальше. Какие еще мечты были? Велосипед. Велосипед. Получила в детстве? Да. Получила. Здорово. Как ты себя чувствовала, когда получила? Эмоции? Радостно. Радостно. Здорово. Видите, когда в мечте существуют? Да. О чем вы мечтали? Я. Ротаться на велосипед. Ну и да. Я не помню. Не помню. Много я мечтал. А давайте вот то, что получили. Давайте о плохом не будем, а о том, что у вас будем, да? Мечтала учиться в институте. Я мечтала, я училась. Здорово. Отлично. Еще. Потом мечтала купить машину, купили машину. Хорошо. Да. Важно. Я мечтала, но попробовала. И не стала. И не стала. И не стала. Я вот и мечтал быть космонавтом, и не стала. Нет. На самом деле, надземным фотографам легче стать. Но космонавтам, наверное, каждый советский ребенок мечтал. Но так, как мечтал я, никто не мечтал. В шестом классе я выписывал несколько журналов, таких как авиация, космонавтика, крылья, родина, авиационное оборудование и так далее. Чтобы вы понимали, о каких журналах идет речь, в Молдавии, в советской Молдавии на тот момент было выписано всего четыре журнала авиации и космонавтики. Кто их выписывал? Министерство, то есть какая-то оборона какая-то, гражданская авиация, еще кто-то, и шестиклассник из Лаваненского района, Анатолий Кризенко. Понимаете? То есть, кто выписывал вот этот журнал? Да. Да. У кого-то мечты сбылись, у кого-то нет, с целью мнения мы пошли дальше и мы как-то себя реализовали в этой жизни. А самая большая мечта у меня была стать артисткой, но я не стала. Не стала. Ну, видишь? Вот. А теперь давайте, ну наверняка детство прошло, то есть детство уже прошло, вы что-то реализовали, что-то не реализовали, что-то осталось, но вот вкус победы, когда вы достигли и горечь, когда не достигли, да, чувствуете, когда вот не достигли, когда что-то не получилось. Хотела быть или не стала? А есть чувство, сожаление, что не стало? Есть. Есть? Да, все впереди, может стать еще. Фотографом легко, прям сегодня становишься. Нет фотоаппарата, наверное, своего, да? А нет фотоаппарата? В Барифлеере ты работаешь, фотоаппарат. У Мурки нет. Ну, окей. Мурки нет. Нет умения у него просто фотографировать, потому что надо содержать семью, да? Да. Итак, сейчас вам задание. Значит, сейчас закройте, пожалуйста, глаза. Закройте все глаза. Мы сейчас с вами сделаем одно важное энергетическое упражнение. Я не знаю, какая у тебя тут музыка, медленно или нет. Вот так вот. Ну, не знаю, можно ли под эту музыку мечтать? Вот, окей, я лучше ее тогда выключу, будет тишина. Значит, сейчас мы пока не мечтаем. Сейчас мы закрываем глаза. Сейчас мы закрываем глаза. Пожалуйста, закрывайте все глаза. Закрывайте, пожалуйста, глаза. Сейчас мы даже не перемещаемся никуда. Мы просто вспоминаем те вещи, которые у нас есть в жизни. То есть, сейчас мы должны испытать чувство благодарности за то, что у нас есть. Если у вас есть руки и ноги целые, поблагодарите за это. Кого? Кого? Господа, природа. Я предлагаю. То есть, я Бог. То, что у меня есть. Это. Если у вас здоровые дети, у вас что-то есть, есть что-то, поблагодарите. Вот сейчас постарайтесь вспомнить все, что есть. Все то, что не надо, о чем не надо мечтать. Закройте, пожалуйста, глаза. Поучаствуйте. Все, все, пожалуйста. Вот если у вас дети, да, вот представьте, сейчас сориала нет, но представьте их, поблагодарите за это. За ваше здоровье поблагодарите. За дом, за какие-то материальные и нематериальные ценности. Просто поблагодарите. Вот вспоминайте все, 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 что есть, за что можно поблагодарить. Все. Вот у вас есть прекрасный муж, поблагодарите. Жена, поблагодарите. Мама с папой живые, здоровые, поблагодарите, что у вас есть мама с папой не живые. У вас есть какая-то квартира, маленькая, большая, поблагодарите. У вас есть пальцы на руках, на ногах, поблагодарите. Вот все, за что вы считаете его, что-то у вас получилось, поблагодарите. Все, что есть. Вот давайте, вспоминайте все, 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 все. Все, что есть. Все, чему вы благодарны, вспоминайте. Все, что вы хотели бы, чтобы оно и сохранилось так дальше. Благодарю. Я благодарю. 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 Все, что уже сбылось в вашей жизни приятное, к этому нужно испытать благодарность. Испытайте. Представьте себе это. Вот оно. То, что есть. Ради этого не надо бороться. Ради этого не надо куда-то бежать. Ради этого не надо никуда стремиться, ни в какие ставить цели. Это оно уже есть в вашей жизни, оно уже реализовано. Просто нужно поблагодарить, чтобы оно было. Просто поблагодарить, испытать это чувство благодарности. Мы очень часто забываем поблагодарить то, что у нас есть. Очень часто это происходит. Участвуем все. Благодарим. Мы часто видим то, что не хотим иметь. А то, что имеем, не ценим. Сейчас нужно это вспомнить. И просто послать эту благодарность. То, что вы цените. Все, что для вас ценно, поблагодарить. Одну минуту слышали без моего голоса. Отлично. Теперь, не открывая глаза, перенеситесь на пять лет вперед. И представьте себя в будущем. На пять лет вперед. Вы уже реализовали какие-то цели. Представьте, что ваша жизнь уже идеальна во всех отношениях. Она во всех отношениях идеальна. Представьте, какой у вас дом. Чем вы занимаетесь? Какая у вас машина? Какие у вас отношения с окружающими? Что вы читаете? У кого вы учитесь? Где вы путешествуете? Представляете, пожалуйста, что у вас есть? Сколько вы зарабатываете? Материальное, нематериальное. Все. Вот сейчас постарайтесь зафиксировать это состояние. Представьте себе, что вы реализованный человек. Пять лет прошло. Вперед. Пять лет вперед. Как эта жизнь выглядит ваша? Кто вы? Посмотрите, кто вокруг вас. Пять лет – большой срок. Вы все можете это сделать. Вы все это реально можете сделать. У курорт. Представьте себя на пляже. За белых песках. В шезлонге. В собственном доме представьте себя. Вот просто. Посмотрите на все аспекты вашей жизни. На все-все. Какие у вас отношения в семье? Может быть, у вас появились уже ваши… У кого нет еще детей? Кто планирует еще детей дополнительно? Вот. Есть что-то, что предоставляет вам радость? Окунитесь. Минуту без меня. А теперь, друзья, мы переносимся еще дальше. Не открываем глаза. Переносимся в ваш 90-летний юбилей. Вы главный, вы главный виновник торжества. Собралось большое количество людей. Вы сидите за столом. Вас. Вас. Благодарят. Вас благодарят. Вас за что-то благодарят люди, окружающие вас. Посмотрите, пожалуйста. Подойдите вот вам. Вот вы как-то себя представляете. Вот сейчас посмотрите, какие люди вокруг сидят. Вас. И что они вам говорят? За что они вас благодарят? Чему вы их научили? Что вы им оставили? Кто эти люди? Это очень не всегда легко сделать. Но это важно сделать. Это важно. Вам 90 лет. Большой промежуток жизни уже прошел. На самом деле практически вся жизнь. Но вы здоровы? Безусловно. Вы здоровы? Если вы здоровы, то вы представляете себя здоровыми. Если кто-то себя представляет на костылях, может представлять на костылях. Не вопрос. Но подойдите в зеркало и посмотрите на себя, как вы выглядите. Вам 90 лет. Как вы выглядите? Пожалуйста. Молодо. Тома, я попросил выключить телефон и не вырывать нас из контекста. Да. Мы заняты здесь. Закрывайте глаза. Да? Нет, 90 лет. Это очень важный момент. Я сейчас просто... Неусловно. Несколько... Неусловно. Несколько моментов. Пожалуйста. Перенесите сейчас. Полина. Это Полина звонит. Скажи, что я вам сейчас занят. И пусть перезвонит через час. Он вот разграет себя. Закройте пока глаза. Да? Да мы уже такая. Вы сейчас конкретно сосредоточьтесь. Важно даже не то, что вы имеете. Важно посмотреть на людей и на их отношения к вам. Вот это самое важное. Потому что, по большому счету, вы уже отдел к тому моменту наверняка отошли. Вы просто пользуетесь плодами своей активной жизни. Сейчас вы, наверное, просто посмотрите на отношения людей. Вам 90. Вы здоровы? Посмотрите на себя. Какое отношение к вам? Что у вас есть? Что вы оставили своим потомкам? Вам что-то говорят? Какие-то приятные слова? Пару фраз. Какие вам говорят? И кто вам это говорит? Какие люди вокруг вас? Что вы оставили после себя? Для чего была вся вот эта жизнь? С 20 до 90? Когда вы сами вставили на свой путь. Окей, теперь перенеситесь обратно сюда. в сегодняшний день. Не открывайте глаз. Ребята, ощущения ваши опишите сейчас. Вот просто. Первое. Когда вы чувствовали себя, когда вы... Вот первый момент, когда вы благодарили за то, что вы есть. Что происходило. Второй момент, когда вы перенеслись на 5 лет вперед. И третий момент, когда вы перенеслись на 90 лет вперед. Ну, не на 90 лет вперед, а на своё 90-летие. Я хочу теперь каждого спросить. Это очень важно. Настя, что ты... Вот расскажи обо всех этих трёх состояниях. Вот. Когда Дода дарила. Когда 5 лет. Тогда в 90-летие. Можно я попрошу тебя наводить камеру? Хорошо? Угу. Я хочу тебя присчинять так, что вы не там и перечислили. Ну, на сегодня я очень принято за то, что у меня есть. Угу. И перечислили receber все дебatoreные моменты, которые мы видим сейчас уже. Ощущения свои передай, пожалуйста. Ощущения. Угу. А realmente нам немного не zij liubso, успехи не залили. Окей, lac — это почему сезал gene таблиц? Как оно получилось? Да. Струет это... Как я gratUAGE засыпала лимон? Я представила себе, где я вообще живу, какая там атмосфера, какие там люди в окружении, и где, где это было. Приятные ощущения вообще? Да. Приятные. Хорошо, аплодисменты. Аплодисменты. В 90-летие? Да. В 90-летие? Вообще в 40-летие. Ага. Это что-то не то. Вокруг меня люди, с которыми мы делали очень хорошее дело, не буду называть какое. Но я объединила, что все, 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 все люди в этом мы делали. Радостные, довольные, счастливые. Радостные, довольные. Право, аплодисменты. Ну, конечно, благодарность за все, что сегодня, как бы, человек имеет, да? Это состояние здоровья, это образование, которое ты получил достойное, я считаю. Это и дети, семья, которая была когда-то полной, сейчас неполной, но тем не менее. Она была, я в ней жила. И вы благодарны. Я благодарна судьбе за то, что она была в моей жизни. Ну, и дети, конечно, которые меня, два сына, они меня безумно радуют, и ими я очень люблю. Ну, точно. Вы сейчас испытали вот это чувство еще раз? Я его испытываю каждый день и каждый момент. Добрый день. И надо принести на пять лет вперед. На пять лет, конечно, сейчас у меня сын учится, студент, поэтому для меня одна единственная цель, ради которого я и здесь, и там, это его учеба. Хорошо. Сюда привезли. Его диплом, вот это моя большая благодарность. То есть пять лет, его диплом, его учеба. Хорошо. Когда родили 90 лет? 90 лет, если все близкие, родные, знакомые скажут хотя бы одно доброе слово, я буду счастлива. Хорошо. Светлана. Светлана. Ну, я не могу жать, представим. Да, общее состояние. Да. Ну, как бы радость во всех трех, это самое, и благодарность в конце, в третьем, это самое, что у меня такая дружность, я, что они мне благодарят, то и круче. Здорово, Адлантин. Здорово. Здорово. Адлантин. Светлана. Ну, во всех случаях, конечно, радость, такая, знаете, самодостаточность, такая вот, радость, счастье, ощущение счастья, и чего-то такого трепетного, хорошего. Понятно, хорошо, что вы не считали? Можно, не хотите, можно, не знаю. Надежда? Ну что, вначале благодарность, конечно, моим родителям, за то, что все у меня есть, все у меня так все прекрасно распрекрасно, но второй момент, через 5 лет, то, что я буду давать эту благодарность своим родителям, что я что-то поплачу, хотя меня очень много как никто не верит, но, 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 а в 90 лет это все те спасибо, заработанные за все те годы, которые говорят мне мои родники, мне мои дети. Какое ощущение какое? Подъема? Есть ощущение? Удовлетворение. Да, удовлетворение той цели, в которую никто не верил, но то я оплодила. Здорово. У меня тоже благодарность, конечно, но не полностью. Я уже представляю себе через 5 лет, уже сейчас, когда уже вникла в это дело, я хочу добиться, у меня есть цель, надеюсь, через 5 лет у меня уже настрой такой боевой. а в 90 я уже, у меня удовлетворение того, что я уже добилась этой цели и большая семья, которая живет в достатке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, сначала было очень волнительно, радостно, потом, получается, все-таки достигла целей. Может быть, они немножко не такие, как я хотела, результат немножко не тот, но все равно как бы есть уже определенные достижения, и я этим горда, я этим как бы довольна. Но в 90 много людей, они все рады за меня, за то, что я вот, я прожила столько, и впечатление очень волнительно. Такое вот ощущение. То есть на позитиве, то есть подъем произошел скачок эмоциональный, да? Здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я чуть не уснул, честно. А, ну это здорово. Гипноз подействовал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В сегодняшний день спасибо, у меня все есть. У меня есть 2 детей, жена, машина, квартира, мать, отец, я как бы всем довольны. Единственное, мне все это надо сохранить. А на счет 90 лет, не знаю. Знаете, если никто, после того, как 90-летний дедушка, ну 90-летний После того, как 90-летний дедушка задул все свечки на торте, то родственники подумали, да, трешка, квартира, освободи свинецку. Хорошо. Я благодарна за то, что у меня сейчас, понимаешь, муж, семья, двоих детей. Живем в достатке, в своем достатке. В будущем, ну не знаю, хочется чем-то заниматься, но как бы еще пока непонятно все вот это. А в 90-лет, смутно тоже себе представляю, 90-лет. Окей, аплодисменты. Поэтому радостно, буду счастлива, знаете, если будет я большая семья, понимающая, любящая, что я буду хорошим человеком. Аплодисменты, браво. Света. Я благодарна за то, что у меня сейчас есть. За семью, за бабушку, за родственников, за детей. За то, что мы все здоровы, все живем в этом белом свете. Все хорошо, не голодаем, ничего. Благодарна за то, что я познакомилась с тетомом и с Анатолием, что я попала в рефейн часа случайно. Благодарна за это тоже. Перенеслась в пять лет вперед. Вижу свой дом вообще такой красивый. Машина, у ребенка, у меня, короче, целей много. Хочется, чтобы все сбылось. А 90 лет я представила себя с его и бабушкой. И вокруг много счастливых родственников, друзей, не знаю кто, но что-то видела. Все хорошо. Надеюсь, что мечты сбудутся. Я вам аплодисменты. Артем. Ну, а у меня с фантази не так хорошо, как у товарищей. Поэтому у меня просто было спокойствие. И что будет, то я посмотрю. То есть спокойствие было? Конечно. Ну, это хорошо. Здорово. Аплодисменты. Вот. И мы продолжаем с вами. Значит, для чего это все нужно было? Дело в том, что наши с вами действия, они должны подпитываться какой-то энергией. Кто из вас испытывал вот такое иногда чувство лени, нежелание что-то делать? Надо. Вот надо. Я иду, потому что надо, а не потому что меня от этого прет, и я хочу это делать. Кто хоть раз попадал в такую ситуацию? Все. Все попадали в такую ситуацию. Скажите, как вы себя при этом чувствовали, когда вы не потому что хочу, а потому что надо делать? Как вы себя чувствуете? Потому что комфортно. Все равно ела до горько-то, как-то... И вопрос. Если вы, например, будете заниматься орехлей, например, не потому что вас прет, не потому что вы хотите, а потому что вы договорились, потому что надо идти и делать. Скажите, а разве надолго вас платить? Нет, нет, нет. Здесь, да? А вы знаете, вот этот вот момент, люди в большинстве, в 99% случаев, действуют не потому что хотят, а потому что их прет, а потому что им это надо. При этом они могут часами просиживать за компьютерами, часами сидеть, да, в переписках, и их не оторвешь, они даже кушать не бегут, потому что им нравится, потому что они играют. Они могут ходить на рыбалку, получать удовольствие, хотя рыбалка это очень серьезная работа, на самом деле, по сути, это достаточно энергозатрата на охоту, рыбалка, там, футбол любительский, там, и так далее, понимаете, да? Но люди это делают, потому что это для них игра, это для них интересная, для них это движуха. Вот. И скажите, пожалуйста, у кого сегодня работа, от которой прет? Ну, мы убираем вот эту рифлайн в сторону. Где-то, говорите, у кого сегодня работа, от которой прет, меня туда несет, потому что я туда, вот, поток несет у вас, выучите, правильно? А знаете, почему вам нравится ваша работа? Потому что вы выполняете свое предназначение. И вот этот важный аспект, почему я вас догнал, что 90 лет вперед, ну, а на столько лет вперед, потому что в 90 лет вам скажут, вы поймете, какое вы выполняли предназначение. Учителя, они не платили зарплату, у них были какие-то девоты, но они ходили на эту работу. Они не ходили туда, как на кадр, они до ночи, понимаете? Учителя наши, они такие самоотверженные, но их от этого вперед. Это их призвание, это их предназначение. Давай они поаплодируем. И поэтому, когда от тебя, когда ты выполняешь свое предназначение, почему я вам говорю, посмотрите, что вам говорят люди. Это очень важно. Я вам задам вопрос. На самом деле, мы можем вам дать техники, в рамках этой школы менеджеров, мы вам дадим техники, технологии, вы будете знать, как находить людей. То, все, вы изучите в интернет, все, здорово. Кто из вас, кто из вас, в принципе, умеет подметать, подведет? Все, все, все. Окей. Вопрос. Если вам сейчас предложить, сколько у вас заплаты этих, которые подметают? Там маленьких. Да, конечно. Там они получают больше, чем я встать. Окей, сколько? Ну, около 2 тысячи. 2 с половиной тысячи. Ничего себе, да. Кто из вас, кто из вас хочет устроиться на трубоку? Кто хочет одеть этот жилет и ходить. Никто. А не может жилет? А, а. Ну, это просто, это, 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 параметры. Я иногда. Иногда. Кто хочет это сделать делом в своей жизни? Веди себя спокойно, улыбалась. Я задаю вопрос. Кто хочет сделать это делом в своей жизни? Никто. А чего подняли руку, вообще? Я задаю вопрос. А, что подняли руку? Так вот, друзья. Сегодня немногих людей, хотя там даже платят деньги, заставишь туда, да, на эту работу идти. Потому что это воспринимается как тяжелая, неквалифицированная и низкостатусная работа. А ключевой момент низкостатусная. То есть, как правило, этих людей, ну, как люди уважают, но не уважают их. Если нас так и пугали, пойдешь подметать дворы. Окей, подметать дворы. Хотя, подметать дворы. Может, ты же подметаешь в квартиру, может, передать. Теперь давайте представим на руку ситуацию. Как сейчас бесплатно у вас выйдут на улицу, подметать дворы. Да? Ну, например. Представьте себе такую ситуацию, что в вашем городе есть какой-то ребенок, которому нужна помощь. И ваш город сказал, мы не можем выделить деньги просто так, но мы можем там на неделю, на две отпустить в отпуск наших вот этих сотрудников, как бы, да. А вы, вот если вам удастся собрать, вам удастся собрать людей, которые будут подметать всю неделю или две недели улицы, мы те деньги, которые должны были заплатить этим сотрудникам, вам не заплатим, но заплатим за лечение этого мальчика, этого ребенка, например, да. Вот. И вот наши знакомые приходят и говорят, Свет, такое вот дело там, пару часов в неделю уделить. Вот. Вопрос. Да все твои половины пойдут. Кто пойдет? Все половины пойдут. Вы понимаете? Как только человек понимает, Свет, цель, как только человек понимает, что что-то более важно, чем бабки, тогда все начинает меняться. Ребята, поймите меня правильно сейчас. Деньги мы можем с вами заработать, мы можем их потерять, мы можем их опять заработать. Это все здорово, это прекрасно, когда есть деньги, это инструмент. Но многие люди заблуждаются. Этому инструменту посвящают всю свою жизнь. Они бумаги, наверное, посвящают всю свою жизнь. Ой, без нее нельзя прожить. Ой, без нее. На самом деле, на самом деле, когда-то был период жизни людей, человечества, когда не было денег, и люди жили. И если вы попадете на необитаемый остров с миллионом долларов, поверьте мне, ваш миллион долларов никому там нафиг не нужен. Нужен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...